Здравствуйте! Информационный выпуск среды 30 апреля. Сегодня в Висагеносе состоялся праздник награждения школьников, достигших наилучших результатов. В середине дня пространство между школой Геросяц Вильтес и Центром культуры украсили сине-белые флаги. Зазвучала молодежная музыка, а амфитеатр школы стал наполняться людьми. Собрались ученики, педагоги, воспитатели, тренеры и, конечно же, не занятые в этот день на работе родители. Ежегодное вручение наград лучшим школьникам стало уже красивой традицией. Традиция наградить учеников, достигших самых высоких наград за прошлый год, существует уже очень давно. В этом году мы специально решили подождать настоящей теплой весны, чтобы это мероприятие могло пройти на улице, в амфитеатре, и чтобы больше людей, сообществ, школы могли бы прийти и порадоваться за этих детей. В нашей школе формального и неформального обучения нам подали почти 200 фамилий учеников, которые за прошлый год получили очень высокие награды на республиканском и международном уровне. Нам пришлось отобрать 46. Это была очень ответственная и серьезная работа. Сегодня эти ребята будут награждены. Они боролись в сфере наук, в сфере спорта, искусства, музыки. Конечно, их готовили талантливые педагоги нахуй учреждения. Надеемся, что этот праздник будет приятен для всех, что будет много родителей, которые придут на праздник, друзей этих учеников. И, пользуясь случаем, я хочу еще и поблагодарить тех людей, те коллективы, которые нам помогли организовать, воплотить эту идею, организовать это мероприятие. Это коллектив «Дом творчества», «Дома творчества» нашего города и «Культурный центр». Спасибо большое. Под брохот музыки на площадь буквально ворвались три мотоцикла. Сидящие за спиной байкеров девушки держали флаги, где на голубом фоне изображены сова, фламинго и орел. Так режиссер мероприятия хотел символически представить три области – науку, искусство и спорт. Визитной карточкой праздника стал зажигательный танец группы, одетой в яркие разноцветные костюмы. А в это время на сцену поднялся хор «Школы искусств» имени Чеслова Соснаускаса. Ведущая открыла мероприятие, обратившись к собравшимся. Сегодня награждаются лучшие из лучших. В празднике участвуют ваши педагоги, родители, тренеры. Без их поддержки вы не смогли бы добиться успехов. Впервые это мероприятие проводится на открытом воздухе, потому что хотим, чтобы весть о ваших успехах распространилась как можно дальше. У нас живут авалантливые люди, и они показывают самые лучшие результаты в своих профессиональных областях. Мы имеем очень много специалистов, которые прославляют наш висогенос. И очень приятно, когда по этой же самой дороге идет наша молодежь, которая очень талантливая, которая выигрывает во всех олимпиадах, которая показывает свое дело, свою мудрость уже в таком юном возрасте. Поэтому хочется им пожелать, чтобы они смело шли этой широкой жизненной дорогой, всегда достигали своих целей, были оптимисты и верили в будущее свое, жизненное, и смело достигали своих целей. Мэр еще раз пожелала молодежи, будьте сильными, смелыми, устремленными и везучими. Было отмечено, что великие мысли порождаются знаниями. А большой запас знаний имеют победители олимпиад и конкурсов. Один за другим поднимались на сцену отличившиеся в учебе юные висогенцы. Именно им был адресован оригинальный танец группы Funky Nice. Были награждены также лауреаты и дипломанты творческих конкурсов. Награды им вручали мэр Даля Штраупайте и директор администрации самоуправления Бергиниус Букаускас. Здесь прозвучали и уже очень хорошо известные всем фамилии воспитателей педагогов школы искусств и Дома творчества. И было грустно замечено, как птицы покидают свои гнезда, так и наша замечательная молодежь упорхнет на своих сильных и быстрых крыльях. Также торжественно были награждены и юные спортсмены, прославившие город своими достижениями. Яркое апрельское солнышко не пожалело сегодня своих теплых лучей. Легкий ветерок развивал волосы девчат, глаз радовали улыбающиеся юные лица. Красивая, очень красивая подрастает в висогеносе молодежь.